Набрал, друзья, немножко черешни домой. В общем, черешни очень много. Из-за обилия влаги ягода начинает трещать, но не вся. В общем, попадается с трещинами, но в основном она более-менее. Здесь с разных сторон дерева я пособирал. Есть более-менее так спелое, но еще недостаточно спелое, потому что мой сорт должен стать вот таким, практически черным. Но я боюсь, что можем остаться вообще без черешни, потому что она очень быстро потом начинает гнить на самом дереве. Ну и также способствует тому, что начинает быстро гнить. Птицы, которые прилетают, начинают клевать. Они расклевывают, она начинает соприкасаться с воздухом и начинает потихоньку подгнимать. Ну вот видите, допустим, здесь неравномерно она у меня спеет. Допустим, вот эта, на которую может быть солнце попадает, она так более-менее другая уже порозовела. Есть розовая, есть еще вот такая, отстает. Но вот эти вот процессы, они довольно-таки будут стремительные. Буквально вот эти вот процессы, они займут около, наверное, двух недель. Вот за это время нужно каждый день собирать черешню, если есть желание, допустим, ее покушать или из нее что-то сделать. И черешни, ну реально, ее много. В этом году мне понравилось тем, что черешня у меня практически вся внизу. Есть, конечно, места, где нужно, допустим, до нее тянуться, но не нужно лазить на дерево. В общем, она у меня практически свисает с вот этих вот веток. И, соответственно, после плодоношения я буду оставлять вот эти вот ветки, которые идут вниз, а верхушку немножко подрезать. И вот то, что у меня творится, допустим, в этом году, практически вот она у меня вся черешня досягаемая, я ее могу спокойно собирать. Вручную не нужно лазить на дерево. Это вот обрезка, которую я проводил несколько раз. Я занижал крону, ну и практически, в общем, все у меня ушло именно в нижние ярусы. И сейчас здесь ягоды намного больше, чем это, допустим, наверху. Раньше, когда мы только взяли дачу, практически вся ягода, она была наверху. Вот сейчас она опустилась вниз. Если посмотреть на вот эту вот ветку, которая соприкасается с крышей, то раньше мы вылазили на крышу и собирали на крыши, потому что все ветки плодоносящие, они находились над крышей, и нужно было тянуться. Вот. Теперь же, допустим, это намного ниже все опустилось, и ягоды, в принципе, достаточно. Ну и такое дерево, даже если оно раскидистое, вот, но низкое, его очень легко обрабатывать. Да, и те же самые подкормки, вот. Просто побрызгал, ну и, в принципе, и все, и этого достаточно. Вот, если здесь посмотреть, допустим, вот эти ветки, которые тоже срезал, срезал, они все переместилось вниз. Ну, я теперь тоже опять посмотрю. Все, допустим, толстые ветки я просто-напросто посрезаю, и оставлю более-менее такие помоложе. Вот. И посмотрим, как оно будет на следующий год. И вот, если здесь посмотреть, то вот в этой части она такая больше затенена. Вот там у меня уже триходерма растет, я вижу. Там повыше я не могу, допустим, добраться. Ну и сейчас не буду лезть, потому что дождь идет, и, в общем, вся влага эта будет на это, на тебе. Даже вот здесь вот, где можно дотянуться рукой, вот здесь вот уже гниет ягода. Ну вот, и нужно будет в следующий раз начинать именно отсюда, да, ее сбор. Нужно будет повыкидывать. Вот, кое-что пойдет в компост. Ну, те вот зеленые, которые всякой триходермой покрылись. А все остальное, ну, можно еще это пособирать. Изнутри, конечно, если смотреть, то ягоды довольно-таки много. Но она выглядит подозрительно спелой, но она еще не спелая. Как вот я собрал в чашечку и вынес, как говорится, на свет божий. Она еще недостаточно спела и не набрала тот сахар. Но уже все, процесс запущен. И приходится каждый день приходить и чуть-чуть собирать это черешни. Вот, на покушать или, допустим, жена может что-нибудь сотворить дома. Вот.